Всем привет! Меня зовут Кэт, и ты смотришь Puzzle English. Давай сегодня поговорим о нюансах, потому что в английском языке маленькую детальку поменял, и все, смысл поменялся. Говорить будем сегодня о глаголах фразеологических, менять будем предлоги, и все фразы, все глаголы будут связаны с взаимодействием с другим человеком, то есть там все время будет фигурировать somebody или someone, то есть действия направлены на кого-то. Ну, самый простой пример, который сразу приходит в голову, это believe somebody или believe in somebody. Понимаешь, маленький предлог, разница поменялась. Верить кому-то или верить в кого-то. I believe in you, я верю в тебя. Или I believe you, я верю в тому, что ты говоришь. Следующий пример, слово call. Call somebody, это звонить кому-то, да, или окликнуть кого-то на улице, позвать. А вот есть еще у нас call someone out. Сленговое значение у этой фразочки. Call someone out, это когда ты уличил кого-то и вслух об этом сказал. Ты поймал кого-то на вранье, ты припомнил им, что они там что-то плохое сделали. То есть это когда ты озвучиваешь, уличаешь человека, обличаешь его в какой-то гадости, которую он сказал или сделал. She called you out on your lies. Она уличила тебя во лжи и сказала об этом вслух. Следующий глагол у нас stand up. Ты можешь stand up for someone или ты можешь stand someone up. И очень разное тут будет значение. Stand up for someone, это прекрасно. Это когда ты смог постоять за кого-то, защитить, вступиться. Ты вступился за меня в тот день, я очень это ценю. Теперь stand someone up. Здесь значение совсем другое. Как правило, речь идет о романтических каких-то отношениях, о свидании, о встрече романтической. И когда someone stand you up, это значит, что человек не пришел умышленно. Тебя бросили, ну не то, что бросили, человек просто не явился на свидание. Есть такой эпизод в Друзьях, где у Роса свидание вслепую, он сидит в ресторане, ждет. Там выпил один стакан вина, второй, третий, так никто и не приходит. А официант подходит к нему и спрашивает. Типа она не пришла. То есть в этом контексте даже не нужно ничего уточнять. Stand someone up, это когда твое свидание не пришло навстречу. Я не уверен, то ли она забила и не придет, то ли она опаздывает. Поэтому я еще полчасика подожду. Следующая парочка очень мне нравится. Вообще нельзя путать, ни в коем случае. Hate someone, это ударить кого-то, да? Ударить. А вот hate on someone, это подкатывать к кому-то, флиртовать. Понимаешь, да? Почему нельзя путать? То есть ты можешь в лоб спросить кого-то в барчике где-нибудь. Ты ко мне подкатываешь? Или Он весь вечер ко мне подкатывал. Так, дальше идем. Tell somebody off с двумя f. Или tell on somebody. Tell somebody off, это значит кого-то отчитать. Ах, ты такой сякой, как ты мог. Меня отчитали за то, что я опоздал. Опять. Правда. True story. Или Tell on somebody, это когда ты настучал на кого-то. Ты донес на человека, рассказал, выдал, наебедничал. Вот так. Мы переживали, что он настучит на нас, и мы ему заплатили бабла, чтобы он молчал. Такое тоже бывает. И последняя на сегодня пара, на мой взгляд, очень смешная. Ее тоже нельзя путать, так же, как и hate somebody или hit on somebody. Knock someone down. Или knock someone up. Knock someone down. Это когда ты сбил кого-то с ног, или как-то ты человека ударил, что он упал. Ты можешь knock something down. Ну, что-то вот повалил на землю, да. Меня почти что сбил автобус. Вот бывает, да, что ты там даже пошатнулся, чуть не упал. Knock someone up. По логике вещей ты думаешь, это, наверное, что-то куда-то наверх забить. Но нет. Это фразеологический глагол с одним только значением. Ну, на сленге, по крайней мере, knock someone up. Вот это забеременеть или сделать кого-то беременным. Все. Поэтому, пожалуйста, имей это в виду, когда будешь это использовать и если ты будешь это использовать. Она забеременела от какого-то левого чувака в прошлом году, и ей пришлось бросить школу. Вот такое. Но это, кстати, не очень... У него такое немножко негативное значение. То есть, если, например, это пара, семья, вот там, они там ждут ребенка, то ты не скажешь knock up. Knock up это больше, знаешь, как залетело, мы говорим. Фу, залетело от какого-то непонятного чувака. Поэтому будь осторожна, когда используешь это, нужен здесь контекст. Ну что, со всем разобрались? Я думаю, что я еще накопаю таких же пар в скором времени и сделаю еще один выпуск. Спасибо большое, что смотрели. Учи английский с Puzzle English. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ